Монастырская кухня И я, Максим Сырников Сегодня приготовлю два блюда Два блюда непостных Но вполне подходящих для каких-то таких тут непостных дней Мы уже отгуляли с вами святки Но можем запросто до Великого Поста Есть что-то такое скоробное Молочное, сливочное С добавлением яиц Вот, собственно говоря, сегодня мы этим и займемся Я приготовлю сладкую кашу Рисовую кашу Ну, в общем, довольно простая каша Ничего там такого хитрого нету Ну, может быть, там пару каких-то таких деталей Которые отличают ее от прочих сладких каш Рисовых каш И я сегодня приготовлю блины Блины приготовлю картофельные С вареной картошкой Вот очень вкусные получаются блины Если в тесто добавить отварного картофеля Давайте я начну с того, что поставлю вариться рис Рис у меня предварительно, естественно, промытый и замоченный Круглозерный хороший рис Кубанский Краснодарский Очень неплохого качества сейчас выращивается В нашем родном отечестве рис Особенно вот для всяких таких тут каш и прочего Очень даже подходит У меня здесь риса Ровно стакан Вот уже промытого Изначально я брал стакан риса И вот на этот стакан риса Я возьму Один стакан воды И плюс еще две трети воды И сварю рис вот каким образом Я доведу до кипения Уменьшую температуру до самого-самого минимума Чтобы был Такой минимальный нагрев на плите Предварительно Закрою крышкой Вот этот рис, который еще пока будет в воде Криво у меня варится на очень-очень небольшом нагреве На очень-очень При очень небольшом кипении Минут 13-14, максимум 15 Он должен вариться После чего не поднимая крышки Выдерживаю еще минут 10 Но уже вне плиты Можно накрыть будет полотенцем Вот собственно говоря я так и сделаю Итак Стакан воды плюс Где-то еще две трети На стакан риса Обязательно сразу Щепотку соли Хоть он и сладкий будет Но понятно, что любая крупа должна быть подсолена Ну и пускай все доходят до кипения Я тем временем приступлю к приготовлению теста для картофельных блинов Я отварил Ну где-то у меня там три картофеля на небольших До полной готовности До полной мягкости Отварил картошку Я сейчас прямо вот так тут ложкой Без всяких толкушек, без всего Немножко так ее измельчу В миске Мне не нужно сделать из нее Какое-то пюре картофельное Такое мягкое, суфлеобразное, воздушное Мне достаточно просто размять Ну естественно добавляю молоко Молоко подогретое Молоко где-то градусов 40-45 примерно у меня И с помощью Вот такого Погружного Механизма Превращу все это в какую-то такую вот однообразную Массу Жидкую Вот все-таки несмотря на то, что я использовал Такую хитрую электрическую машину Но у меня кусочки картошки остались Вот это то, что мне как раз нужно Я вобью сюда еще одно сырое яйцо И добавлю Ну буквально Столовую ложку Даже меньше может быть Растительного масла Ну и Столовую ложку муки Пшеничной муки высшего сода Никакого разрыхлителя Ни дрожжей Я не использую Блины будут Не тонкие Как мы привыкли Вот когда пшеничные блины Они будут такие Полублины Полуоладья Но тем не менее Вполне полноценные Блины Со вкусом Толченой картошки Я сейчас не буду их выпекать Я подожду Когда придет Культуролог Искусствовед Олег Робинов И мы с ним вместе Я буду печь А он будет есть Как у нас водится Здесь на этой кухне В общем Такие блины Конечно Должны быть С пылу жара Как и любые другие блины А у меня к тому времени Уже Сейчас Скоро Приготовится Рис Вот уже кипение Где-то идет Минут 7-8 Уже Такое легкое Легкое На легком нагреве При закрытой крышке Ни в коем случае Не надо открывать Эту крышку До полной готовности Риса Где-то еще Наверное Минут 7 У меня будет Кипеть На плите После чего Я отставлю На 10-15 минут Подожду Пока Полностью Рис Проварится Вот Пропарится И после этого Сделаю Такую вот Простую Но в то же время Очень вкусную Сладкую Кашу И вот Дорогие друзья У меня Уже Отставлен Рис Ему Надо Немножко Пропариться Полностью Дойти До такой Мягкости До готовности Но в то же время Он будет рассыпчатым Вот это очень важно У нас К сожалению Далеко не все Умеют готовить Рис Притом Ну увы Даже профессионалы Профессиональные повара Далеко не все Умеют приготовить Правильно рис Так чтобы Не сварить его В огромном количестве Воды А потом просто Отбросить Откинуть На Сито Там Чтобы Промыть Холодной водой И получить Нечто абсолютно Бесвкусное Рис Надо приготовить Таким образом Чтобы у нас Излишка воды Вообще не оставалась Чтобы полностью Вся вода Ушла в рис Сделала его Мягким Сделала его Вкусным И чтобы во время Варки Весь вкус Риса Непременно Сохранился В нем И ничто В раковину Не выливалось Вот я таким образом Приготовил Как раз рис А сейчас Я приготовлю Ну вот такую Ну соус Можно назвать Подливу Для риса Сладкую Карамелизованную С Сливками Для того Чтобы его Сдобрить Такое Замечательное Русское слово Сдобрить Вот сдобрим Мы его Не сливочным маслом Как это часто Водится Ну В сладких Кашах А сдобрим Его Вот такой Сладкой Карамелизованной Подливой Это будет Очень вкусно Вот смотрите Что я делаю Я сейчас В сотейнике Карамелизую То есть Доведу До такого Состояния Такого Петушка На палочке До карамельки Сахарный песок Ну Полторы ложки Столовых Нам нужно Чтобы у нас Сахар Приобрел Такой Коричневатый Оттенок Ничем Не сравнимый Аромат И вкус Карамельки Но при этом Ни в коем случае Не Сгорел То есть Горечи не было Что бы Не нужно Вот такой цвет Коричневый цвет Все Выключаю плиту И наливаю Прямо В эту карамель Сливки Сливки У меня Ну где-то 25% Можно пожирнее Можно пожиже Тут уж смотрите Сами Какие есть Под рукой Мне нужно Сейчас еще Немножко провалить Эти сливки С карамелью Чтобы Карамелька Растворила В сливках Вот что я еще Сделаю Я добавлю Сливки Ну Совсем Немножко Так То что называется На кончике Ножа Корица Сливки Нагреваются Сливки Сливки Загущиваются Я выкладываю Рис Пускай Немножко Еще Просушится Пускай пропитывается Соусом А я тем временем Сделаю Вот что Я возьму Кусок Натурального Пластового Мармелада Который Сейчас В общем Достать Не проблема По-моему Во всех Магазинах Уже Он продается Это тот Мармелад Который Без всяких Желирующих Веществ Ну Рад что Пектин Может добавляться То есть Без агара Без желатина Без крахмала Естественно А просто Такая Уваренная Плодовая Масса Я нарезаю Ее кубиками Ну и вот Сверху Так раскладываю На кашу Она Вот эта самая Масса Этот мармелад Он у нас Не расплавится Не пропадет В этом рисе Слегка Размягчится Немножко Чуть-чуть Совсем Подтает Вот Снизу Там где он лежит На Горячем рисе Но Все равно Останется Вот такими Кусочками Ярко выраженными Понятными Вот это Как раз Та самая Каша Сладкая Каша С такой Сливочной Сдобной С оливкой И с мармеладом Очень рекомендую Это действительно Очень вкусно Уверен Что Олег Робинов Оценит Такое Сладкое Вкусное Сдобное Блюдо Уверен Что Олег Робинов Попробовав Это блюдо Его оценит Ну и Плюс к тому Еще у нас Сегодня С ним будут Блины Блины Картофельные Которые я Приготовлю В его присутствии И подам Прямо С пылу Жаром Сладкая Каша Промыть И замочить Рис Затем Залить Чистой Водой И довести До кипения И варить На малом огне 13-15 минут Под крышкой Выключить Огонь И настаивать Еще 10 минут Для подливы Расплавить В сотейнике Сахар Постоянно Помешивая Вылить В сахар Сливки И проварить Всыпать Корицу Залить Подливый Рис В глубокой Тарелке Нарезать Брусочками Пластовый Мармелад И выложить На кашу Олег, здравствуй Привет, Максим Олег, я хочу Сегодня Угостить тебя Блинами Блинами Непростыми Блинами Картофельными Ух ты Вот мы с тобой Какие только блинов Не ели Правда? Картофельными Но у нас Немножко так Сегодня Нескладно Получилось Я сначала Хочу Чтобы ты Попробовал Каши Каши Сладкой Это рисовая Каши А я с удовольствием Вот ты давай Пробуй с удовольствием А я пока Нажарю тебе блинов Я бы очень хотел Чтобы ты Отметил Вот что Что Здесь Рис Сварен Не в молоке Рис Сварен На воде А вот Эта Вот такая Сливочная Составляющая Она потом уже Да Вот она уже потом Добавлена И благодаря этому Мы вот как-то Вот здесь все-таки Крупинки риса Они ощущаются Правда? Я вообще вкуса риса Вот 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 я этого и добивался Чтобы был Вкус риса Но в то же время Сдобренный Вот этой самой Сливочной Карамельной Такой вот заливкой Слушай Я вот часто Когда Ну где-то Часто В наших Отечественных гостиницах Дают на завтрак Какую-нибудь Рисовую кашу Сладкую Я ее не очень люблю Потому что Именно Это молочный вкус Просто вкус Да Но вот эта структура риса Она немножко неприятна Абсолютно с тобой согласен Из-за этого вкуса Как раз Вот здесь Действительно Вкус риса И вот эта сладость Приятная очень сладость Сливок Такая жирненькая Такая вот Сладость молока Ну вот здесь Сладость не только сливок Здесь еще и карамелька Немножко присутствует Такая вот Ну вот жженый сахар Не жженый А вот именно карамелизованный Это я думаю Идеальный такой завтрак А что я решил тебе рассказать Про Ярославль Я как раз по работе Сейчас читаю Степана Петровича Шевырева Хорошего друга Николая Васильевича Гоголя И профессора Московского университета Вообще известного Такого москвича Ну он родился не в Москве Родился он на Волге В Саратове Вот и как раз Приехал оттуда Но вот стал такой представитель Вот типичного Москвича 19 века Вот так интересно пишет и рассказывает И подмечает такие особенности местные И вот как раз он пишет Что дорога из Ростова в Ярославль Она очень удобная Очень красивая И такая убранная Как невеста Вот очень легко там Как-то доехал до Ярославля И пишет о красоте вообще русского пейзажа О том, что у нас удивительная земля Что ты идешь вроде по равнине Идешь, идешь, идешь А эта равнина тебя возносит Куда-то ввысь И вдруг перед тобой Дорога идет вниз И открывается какой-то Прекрасный пейзаж Вот и он отмечает Что именно вот в наших краях Как раз вот на Русском Севере Именно вот такой эффект Часто получается Что вроде едешь И не куда-то наверх А просто вот по равнине Вот и говорит Как выстроена архитектура Русских городов Когда он подъезжал к Ярославлю Он отмечает Что как раз над городом Возвышаются купола И кресты храмов золотые И огромная высокая колокольня Спасского монастыря И вот как раз говорит Что это каменная архитектура русская И часто приезжаешь В какое-нибудь село И самое парадное здание Там самое красивое каменное Это церковь И отмечает Что это как раз Не древнерусская Как пишут часто иностранцы Путешественники Что вот как раз Вот такая древнерусская архитектура А что это как раз Заслуга новой Руси Что как раз Вот тот Импульс развития Который придал Петр Великий Русской культуре Все равно Это все отразилось В любви К церковному искусству В любви к архитектуре храма И что вот на этой Древнерусской основе Деревянной Появилось вот это вот Каменное зодчество Такое Основательное Красивое Огромные эти соборы То есть это вот форма В которую вот эта любовь Воплотилась И что мысль русского города Это мысль о Боге Мысль о небе Потому что вот как раз Храмы и колокольни Соединяют вот этот вот город Как раз земное С небесным Вот как раз Главная мысль города Это небо Конечно вообще Действительно древние города Очень интересные Очень красивые Конечно обязательно там Каждый русский человек Должен побывать Незомненно Вот И это действительно Счастье оказаться там Я считаю И очень интересно Он Степан Петрович Там в своих записках Он критикует Одного немецкого путешественника Который написал тоже очерк О путешествии по Северной Руси И пишет Что он наверняка Проспал все свое путешествие Потому что Пишет Что ничего подобного Что он там писал Ничего такого нет И он такого ничего не увидел Он пишет Что Ярославль Там очень шумный город Что люди ходят там Что нельзя пройти Нельзя выйти на середину улицы Потому что тебя могут сбить Проезжающий транспорт Степан Петрович пишет Что достаточно широкие улицы И если бы какой-нибудь англичанин Там сел Он остановился в гостинице Кстати пишет Где прекрасные были обеды И особенно ему запомнились Там в этой гостинице Кислые щи Говорит Самый вкусный Кислые щи Или щи из квашеной капусты Кислые щи Кислые щи Кислые щи это напиток Ммм А ты об этом не знал? Очень интересно Нет, не знал Ну Кислые щи В представлении человека Начало середины 19 века Это напиток И только напиток Вот если ты помнишь Нашего любимого с тобой Гоголя То В мертвых душах У Гоголя Есть такая фраза Что Про Чичкова День Его обыкновенно Завершался бутылкой Кислых щей Бутылкой Кислый щей После чего Чичков Спал Как говорится Во всю насосную завертку Так вот Щи кислые Вот посмотрите Например у Даля Владимира Ивановича Даля У него в словаре Живого великорусского языка Написано Кислый щи Род кваса В рецептурных справочниках Плоть Начиная с 70-х годов 18-го века Кислые щи Это напиток из солода Из нескольких видов солода Это именно напиток Кислыми щами Назывались Назывался именно Род кваса Очень насыщенный Такой Очень газированный Сильно Но это не щи Из квашенной капусты У нас немножко Вот одно из Таких терминологических Таких неловкостей Ошибок Которые к нам пришли В начале 20-го века Дорогой Олег Попробуй пожалуйста Блины картофельные С огромным удовольствием По-моему они очень неплохими Вышли Я думал По чувству запаха Который я слышал Что будет напоминать Оладушки картофельные Ничего подобного На самом деле По запаху да Да аромат очень похожий Но это блины Прям вот Блины Вот и по ощущению Во рту Это блины Ну очень нежные И Какого-то вот такого Прям воздушного Такого Я вот специально Старался Ощущения во рту Я специально старался Когда готовил Чтобы были Вот такие вкрапления Фрагменты картошки Не размолотые Чтобы это не пюре было А вот именно Маленькие кусочки картошки Тоже присутствовали Да да Вот это чувствуется Все-таки они были картофель Но я очень рад Что угодил Мне очень нравится Картофельные блины Отварить до готовности Картофель Измельчить в миске ложкой Залить нагретым До 45 градусов молоком Подсолить И размешать Погружным блендером Бить яйцо И добавить Растительное масло И муку Вновь измельчить блендером Выпекать На смазанной маслом И хорошо разогретой сковороде С двух сторон Я думаю Тут очень здорово Можно сочетать Что-то Что будет подано К этим блинам Потому что Все будет Очень вкусно И особенно Потому что Вот с таким привкусом Вот этим картофельным Вот Знаешь что будет очень вкусно Например Вот селедочка Селедочка Прекрасно Вообще соленая рыба Да Грибочки соленые Очень хорошо с ними Вот такое То что мы привыкли Вообще с картошечкой С отварной С блинами А тут сочетание И блинов И картошки И всего остального Конечно это здорово Со сметаной вкусно Ну извини Ну извини что я тебя Сегодня так почу Без Вот этих Излишек кулинарных Ой я с удовольствием А потом мы попробуем Все это Уже и с какими-то добавками Спасибо дорогие друзья С вами была Монастырская кухня Олег Робинов И Максим Сырников Ищите нас в интернете Блог Монастырская кухня С нами интересно С нами вкусно Субтитры сделал DimaTorzok